Микс Ньюс. Добрый день, это программа Разворот на радио Болтком. 12 часов 16 минут. Мы начинаем. Сегодня программу проведу я, Анастасия Смоловская, звукорежиссер Евгений Копейн. А в гостях по Зуму у нас сегодня глава Национальной службы здравоохранения Эдгар Слабсвирс. Добрый день. Добрый день. Много о чем говорить мы будем сегодня. И у вас есть возможность позвонить нам. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 и номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Тоже можете писать, если руки у вас свободны. Ну и, конечно, такой один из главных вопросов, который на повестке последние несколько недель, можно сказать, и каждый день он актуализируется. И на этих выходных длинных мы знаем, что прибыл третий груз из Китая. Третий рейс был выполнен с масками. И вы перед вот этими длинными выходными тоже сказали, что кризис с масками для медучреждений и тех, кому они необходимы в первую очередь, преодолен. И сейчас есть вот этот запас. И, в общем-то, для ежедневных каких-то манипуляций обеспечены наши медики и те, кому необходимы эти средства защиты. Да, это так. Но стоит отметить, что этот запас, он, наверное, не превышает месячного потребления. То есть мы не можем говорить о том, чтобы прекращать закупки. И запас решено. Есть распоряжение Кабинета министров, потому что запас должен быть сделан в объеме трехмесячного потребления. И закупки продолжаются. Но закупки больше не осуществляет НВД. Мы закупили кризисных... Ну, чтобы избежать кризиса именно конкретно в больницах, мы закупили. Но теперь закупки переданы в закупочные центры и специальные учреждения при Министерстве обороны. И дальше они будут продолжать закупки. Вот это тоже интересный вопрос. Сейчас, может быть, перескочим чуть-чуть на другую тему по поводу Министерства обороны и их участия в этой всей ситуации. Казалось бы, вопрос медицинский, но при этом достаточно много засекреченной информации. Первая засекреченная информация, с которой столкнулись люди и журналисты, это относительно аппаратов искусственного дыхания. И тогда некое недоумение, почему эта информация засекреченная, можно ли ее в таких ситуациях рассекречить для того, чтобы общество знало, что оно имеет. Я знаю, что анестезиологи и все, кто имеет квалификацию как-то интерпретировать эти данные, они доступ к ним имеют, в том числе и мы. Но да, эта информация классифицирована, потому что она включает в себя информацию о возможности государства реагирования, например, в случае внешней угрозы. Но на самом деле там нет ничего такого, как сказать... Сверхсекретного? Там нет ничего такого, о чем бы действительно обществу стоило знать, и оно не знает. У нас, в отличие от большинства стран Западной Европы и той же Италии, основная наша проблема и основной наш риск – это не аппараты искусственного дыхания, а анестезиологи, реаниматологи, люди, которые могут ими пользоваться, которые могут подключить к пациенту и за ним наблюдать, и выбрать соответственный режим. В Латвии нужно думать в первую очередь именно об этом. И тут в этом, конечно, контексте очень важны средства индивидуальной защиты. В свою очередь аппараты искусственного дыхания. Ну, это не мое решение классифицировать эту информацию, не мое решение. Я не хотел бы оправдываться за это. Могу только сказать о том, что никакой катастрофы у нас с аппаратами искусственного дыхания нет. Нет также индикации, что нас ожидают сценарий, итальянский сценарий, потому что мы отреагировали намного раньше, и такое распространение нам, такие масштабы нам не грозят. По поводу масок, вернемся к ним и к защитным средствам. Они обеспечены для больниц, медсестер, врачей и, возможно, полицейских и прочих людей, которые должны работать. И они каждый день с этим сталкиваются. Но если говорить об обычных людях, которые тоже нам, в частности, звонят, в общем, в обществе такое существует мнение, что вот говорят, призывают, например, носить маски, но их не купить. То есть кризис для больничных учреждений преодолен, а люди просто в магазине, в аптеке, скорее всего, в ближайшее время их не купят, потому что об этом тоже и в аптеках, когда спрашивают, говорят, что нет, и даже в ближайшее время не спрашивайте. Собирается ли как-то этот вопрос централизованно решать, или это дело каждого предприятия аптечного? В данном случае, если бы появились рекомендации от нас, Министерство здравоохранения, от Европейского агентства по контролю заболеваний или от Всемирной организации здравоохранения, что широкой публике рекомендовалось бы носить маски, тогда, разумеется, мы бы позаботились о том, чтобы и каждый житель... При данном сценарии, конечно, никакой речи не идет об индустриальных масках, просто нету в мире сейчас, не производится в таких количествах, чтобы можно было обеспечить всех. Но никто не хочет, опять-таки, сценариев, при которых маски есть у всех, и все ходят в маске, только их нет в больницах. Этого мы, естественно, хотим избежать. И, разумеется, дефицит здесь не последний фактор. Но основной фактор в том, что нет доказательств на данный момент, что ношение масок на уровне популяции общей, что оно снижает количество инфицированных. Разумеется, маска — это барьер физический. Разумеется, если измерить чисто механически распространение вируса, когда человек чихает, он чихнет на два метра, скажем, и выпустит одно количество вируса, если он в маске, то это количество будет значительно меньше и расстояние. Но это совершенно не значит, что на уровне популяции маска эффективна. Наш месседж, можно сказать, очень прост. Нужно сидеть и самоизолироваться, сидеть дома без маски и дистанцироваться. И это значительно безопаснее, чем ходить по магазинам в маске. То есть люди понимают и соблюдают правила, которые очень простые. И в этом случае принцип должен сохраняться очень простой дистанция и максимально дистанцироваться и максимально находиться по возможности дома. Пока мы это соблюдаем, нам не нужно вводить никаких чрезвычайных ограничений, как полный карантин и домашний арест. Это совершенно было бы лишним. И мы очень хотим этого избежать. Очень надеемся, если текущая динамика, если эта траектория будет продолжаться. Хотя всегда возможно здесь есть, разумеется, и определенная доля случая. Но если так все будет продолжаться, мы идем очень хорошо эпидемиологически, усилений нам не потребуется. Но для этого нужно соблюдать этот принцип. Как только государство скажет, что в публичных местах нужно ходить в масках, это автоматически... Это мое мнение, опять-таки, тоже в какой-то степени спекуляции, это автоматически приведет к тому, что люди будут чувствовать себя защищеннее. Эти маски, их сложно купить, но их возможно купить. Нет никаких проблем купить маску, которая не индустриальная, а сшитая, например, хлопковая. И люди будут ходить с иллюзией защищенности, посещать публичные места. И это именно то, чего нам нужно избежать. Поэтому маски в ближайшее время, ну, по крайней мере, насколько я информирован, мы рекомендовать не будем. И, соответственно, закупать их централизованно. Это были бы, разумеется, опять-таки, огромные ресурсы и очень большие деньги, потому что дефицит на китайском рынке сохраняется. Эти цены не падают, по крайней мере, пока. И такие закупки, ну, то есть требуются многие-многие тонны, миллионы масок, чтобы обеспечить лечебные учреждения, пансионаты, ну, как вы уже назвали, есть и другие группы пользователей. Мы справляемся с этим, и на это уходят миллионы бюджетных денег. Если мы говорим о централизованных закупках для широкой популяции и говорим о том, что в публичных местах или на работе нужно носить маски, то это уже вопрос о десятках, если не сотнях миллионов, которые были бы выброшены при данной базе доказательств, были бы выброшены на ветер. Потому что нет никаких, еще раз повторю, нет никаких на данный момент качественных публикаций и доказательств того, что маски, ношение масок на уровне популяции снижает распространение инфекций. Вот как раз сегодня, вчера произвучала информация о чуть менее чем 10 миллионов евро. Национальная служба выделила, заключила соглашение о закупке и доставке. Входит ли в эту сумму уже вот три груза, которые прибыли, или это вот 10 миллионов еще на новые партии, которые планируются? Нет, это все там. Все включено. Были три доставки, причем все три договора, они выполнены еще только частично, то есть от всех трех коммерсантов еще будут грузы. Самый первый, GP Nord, будет там буквально, буквально осталось несколько тысяч, и они бы уже давно должны были быть в Латвии, но они едут курьерскими компаниями, конкретно DHL, где-то с 20 марта по сегодняшний день не доехали, но на этой неделе они будут. И от Saulas аптеки еще миллион масок, и на этой неделе большой последний груз от Laume. А Air Baltic будет, или это наши местные производители, которые просто поставляют маски, переориентировали свое производство? Lauma вы имеете в виду? Да, да. Нет, Lauma это, опять-таки, это два поставки масок из Китая. А, из Китая все-таки. Они здесь выступают как поставщик, да. В Латвии на данный момент, насколько мне известно, нет ни одного производства хирургических масок как таковых. Есть респираторы, мы закупаем их и в Латвии тоже, хирургических масок, которые были бы сертифицированы, грубо говоря, которые можно в лечебных учреждениях использовать. Нет. Работает ВУКТ, наша государственная служба. Пожароспасательная. Спасательная, да. Пожароспасательная над темой. У них на сайте можно почитать рекомендации и такое, ну, собрание как бы стандартов. И они занимаются именно тем, что местных производителей координируют. И я очень надеюсь, что в ближайшее время какие-то уже заказы на пошлиф будут размещены. Причем, если с масками немножко сложнее, у нас очень много хороших, качественных, швейных предприятий. С масками сложнее, в первую очередь, потому что материал нужен не только для массы, для всего нужен свой специфичный материал. Ну, например, халаты, нестерильные халаты, комбинезоны, пусть они не сертифицированные, и сертифицировать в данных условиях так быстро нельзя, но будет найдено. Министерство экономики там тоже уже подключено. Найдена возможность, как тестировать соответствие параметрам, так, чтобы эти изделия можно было закупать и пользоваться ими. То есть вполне возможно, что у нас появится свое производство масок и защит? Да. Да-да-да, оно есть, там весь всегда вопрос заключается просто в том, что если этот халат, ну, любой халат, который используется, например, в учебном учреждении, он сертифицируется в соответствии с европейскими регулами и соответствующими стандартами, и все вот это то, что от наших производителей предлагается, ну, практически все, оно предлагается без этих стандартов, соответственно, тебе закупают, и не можешь быть, ну, ты не знаешь, например, этот халат, он обладает бактериологической защитой или нет. То есть конкретно при столкновении с пациентом, который заражен COVID-19 инфекцией, он будет обладать какой-то защитой или нет. Хотя не стоит, опять-таки, аналогично с масками, разумеется, что при условиях тотального дефицита, когда совершенно нет ничего, разумеется, у нас должен быть хорошо налаженный канал средств, которые, ну, как бы, если так, по приоритизации посмотреть, то в мирное время и сейчас мы стараемся закупать в первую очередь изделия, которые сертифицированы, СССР, сертификат, есть декларация о соответствии производителя. Если это невозможно, то есть его сертификата нет, тогда необходимо тестировать этот продукт на соответствие параметрам, которые эти стандарты описывают, и причем они сейчас все в открытом доступе, если раньше их за деньги можно было купить, да, и прочитать, то сейчас они все в открытом доступе, каждый, кто занимается колышейное производство и кто хочет заняться этим, он может прочитать, какие параметры у изделия должны быть и какая методика тестирования, да, и уже, и третий, как бы, это когда, ну, тотальный дефицит, когда нет ни сертификатов, нет лабораторий, ты не можешь сказать, каков процент фильтрации конкретного изделия, да, маски или халата, но ты понимаешь, что тебе нужно хоть что-то, потому что чисто субъективно и интуитивно ты понимаешь, что, разумеется, любая тряпка около рта лучше, чем ничего. Но, опять-таки, я, ну, скажем, я не допускаю такого сценария в Латвии до тех пор, пока у нас границы закрыты, до тех пор, пока у нас работают меры по дистанцированию, ну, не должно быть взрывного какого-то распространения вируса, во всех странах это плюс-минус работает одинаково. Единственное, чего мы сейчас боимся, конечно, больше всего, всегда боялись, и этот риск никуда не исчезает, это распространение в лечебных учреждениях, в больницах, в больших больницах, скажем, в онкологическом центре, в любом месте скопления хронических больных, пансионаты, опять-таки, у нас нету таких очень больших вспышек, но уже есть, были случаи, их изолируют, этих пансионатов довольно много, их очень непросто координировать, но СПКЦ занимается, ездит, посещает, инструктирует, на позапрошлой неделе и на прошлой неделе им тоже отправлены маски, больше 220 тысяч масок в пансионаты, государственные и самоуправленческие, в частные, и будем надеяться, что все будет хорошо. По поводу человеческого ресурса хотелось бы узнать, вы вот упомянули, что нам не насчет аппаратов надо беспокоиться, а насчет людей, которые ими будут пользоваться. Есть ли сейчас наблюдатель в тенденцию, когда идет быстрая переквалификация, то есть, не знаю, человек, например, на последнем курсе или проходил практику уже в больнице, он еще вроде как без той последней бумажки, что он сертифицированный специалист, но его уже используют, потому что нужен вот этот человеческий ресурс. Используют, да, и при тестировании, при добровольцах, студентах в медицинских тех же палатках, насколько я знаю, но, честно говоря, не координирует этот вопрос, и какая-то ускоренная сертификация, насколько я знаю, пока нет такого, такого, но чтобы в интенсивную терапию привлекать ресурс специалистов, которые не работают там ежедневно, да, и обучать работе с теми же аппаратами искусственного дыхания, да, это происходит, но, наверное, здесь лучше было бы обратиться к ассоциации анестезиологов или в одной из крупных лечебных учреждений. А касательно... Чисто с точки зрения нормативов, насколько я знаю, такого изменения пока нет. Насчет Национальной службы здравоохранения, именно если говорить, мы понимаем, что сейчас как никогда быстро принимаются решения, и эта координация, наверное, то, что может быть, раньше годами, месяцами решалась, сейчас надо решать здесь, здесь и сейчас очень быстро, и наверняка быстрее все это происходит, и уже нет таких торможений, как были раньше. Вы наблюдаете, что сейчас действительно все быстрее, может быть, там чуть легче, люди решительнее на что-то идут? Да, здесь можно привести в пример те же электронные направления на анализы или телеконсультанты, консультации, скажем так, здесь, наверное, речь не только о том, насколько быстро работает МВД, сколько на баланс рисков и выгоды. В данном случае те же телеконсультации, над ними работаются наверное, уже много лет, но всегда есть дискуссия о том, заменяют ли они такой контакт живой, в каких случаях можно, в каких случаях нельзя, стоит ли оплачивать, оплачивать ли также, как простые консультации, меньше и так далее. То есть, да, эта дискуссия длится уже долго, но здесь просто не осталось никаких вариантов, кроме того, как запустить это и начинать оплачивать. Опять-таки, мы уже дальше дискутируем с специалистами, семейными врачами, достаточно ли мы платим какие-то аспекты организации, что нужно в той же указывать, отмечать в медицинской документации, в карте пациента и так далее. Но нужно понимать, что, например, те же семейные врачи, и мы сейчас в основном будем переходить как раз таки на тестирование по направлению семейных врачей, потому что уже тех, кто вернулся, этот критерий вернулся последние две недели из-за границы и у него симптомы, таких практически не осталось, очень мало, ну, дальнобойщики, может быть, еще кто-то. Сейчас вторая волна пойдет, насколько мы думаем. Ну, да, опять-таки, будет, и опять-таки, да, там шквал рекомендаций от диванных вирусологов по поводу как нужно их протестировать и всех изолировать в одну кучу и так далее. Да, извиняюсь. Ну вот, электронные направления стоит понимать, что это все работает на плечах двух буквально работников НВД, которые это все делают без выходных, и то есть там, где мы в нормальное время не стали бы этого делать и заставлять людей складывать в таблички там те же электронные направления на анализы лабораторные, сейчас они делают это, но да, решение было принято быстро, но у всех этих решений, разумеется, в итоге есть и финансовые издержки и опять-таки дальше продолжается дискуссия о том, как, что нужно было бы правильнее сделать. Но да, конечно, мы работаем быстрее. Если вот мы уже затронули семейных врачей, которые выдают направление, мы знаем, что на прошлой неделе, например, была тоже расширена эта группа людей, в нее, например, журналистов включили, которые с какими-то симптомами ОРВИ и могут обратиться. На сегодняшний день, кто входит в эти группы, если так коротко рассказать, кто может обратиться к семейному врачу, чтобы люди с насморком просто живя в Кингараксе никогда, ни с кем, вроде как, последнее время не пересекаясь, не требовали у своих семейных врачей направления на тест на коронавирус COVID-19? Да, с направлением от семейного врача государственно оплачиваемый тест полагается людям старше 65 лет с симптомами воспалительными верхних дыхательных путей, то есть симптомами и старше 65 лет те, кто являются хроническими больными, то есть диабетики, онкологические больные, сердечно-сосудистые заболевания, затем пациенты с иммунодефицитом после трансплантации, например, опять-таки на определенной терапии. И также есть группа, но это направляет не семейные врачи, а работодатели, есть, как вы указали уже журналисты, и там есть целая категория и других профессий, в первую очередь, конечно, врачи, работники лечебных учреждений, фармацевты, те же сотрудники пансионатов. В общем-то, вся эта актуальная информация, ее можно и нужно смотреть на сайте spkc.gov.lv Нужно признать, что там этой информации стало уже очень много, нам нужно интенсивнее работать над коммуникацией для того, чтобы выделять именно важное самое, потому что когда рекомендация уже превращается в 2-3 страницы А4, уже появляется вызов, как эту информацию донести до аудитории. В общем-то, перезюмируя, у всех, кто высокий риск болеть COVID-19 и причем болеть тяжело с компликациями, им всем положены анализы по направлению семейного врача, и в первую очередь все с симптомами пневмонии старше 65 лет, и все с симптомами пневмонии с хроническим диагнозом. Повторный анализ. Мы знаем, что сейчас принято решение спустя 3 недели его проводить, а не 2 недели, потому что результаты были не очень хорошие, но решили расширить этот срок. Повторный анализ. Он тоже оплачиваемый или за него уже сам человек платит? Не, оплачиваемый. Он оплачивается. В таком же состоянии. По поводу хотелось бы еще тестов поговорить, если это доступная вам информация. Тесты на антитела, о которых очень много говорят, что надо скорее не о вакцине думать, а о тесте на антитела, которые делаются и понимают, там, у человека есть иммунитет к этой болезни или нет иммунитета. И экспресс-тесты. Мы знаем, что и от вас в том числе была информация, что это все неправда, и пока у нас нет таких экспресс-тестов, которые сам купил в аптеке, сделал, и понимаешь, что и как. Но в том числе госпожа Винкела говорила, что работа идет над закупкой вот этих 45-минутных тестов, чтобы быстрее было понятно, заболел человек или нет. Что на сегодняшний день, как с этим дела обстоят? Да, с тестами все очень много. Я попытаюсь разделить вопросы. Есть тест лабораторный, так называемый PCR-тесты, которые мы оплачиваем, на которые отправляют пациентов и которые занимают результат. Сам тест занимает несколько часов. Результат, как правило, пациенту становится известно в течение дня, двух, иногда даже более дней, в зависимости от логистики и сколько этих тестов и так далее. Появилось, и мы ожидаем, что в Европе и работаем с производителем для того, чтобы он включил Латвию в свою квоту, появился тест такой же лабораторный PCR, который занимает не несколько часов, а 45 минут. И он не менее точный, чем вот этот тест, уже имеющийся, при этом с поддержкой есть определенная программа Всемирной Организации Здравоохранения, он и дешевле. Это было бы очень, кстати, потому что это позволяет быстро, ну, позволяет включить быстрый скрининг пациентов, которые поступают в больницы, то есть, уменьшить риск, практически тестировать каждого, кто поступает в приемное отделение, не делать, как сейчас, брать тест, изолировать его на целые сутки, что, естественно, и лечить его, облачать в полную опять-таки экипировку, что очень сложно, и безматывающих для врачей, вот, ну, сделать скрининг, буквально в течение часа узнать уже, он ковид-позитивный, негативный, но при этом даже при вот этих лабораторных тестах стоит понимать, что так называемые фальши, негативные, ну, не существует такого понятия, как стопроцентный тест, есть несколько процентов, и даже в тех тестах, которые мы делаем, особенно асимптоматичные пациенты, тест покажет негативный, хотя на самом деле вирус есть, и он просто еще, возможно, вирусная нагрузка настолько мала, что в одном образце его нету, а в другом он будет, вот, для того, чтобы уменьшить вероятность, для того, чтобы уменьшить вот эту вот вероятность, и поменяли этот протокол, и для того, чтобы уменьшить вероятность, этот протокол включает в себя два теста подряд, которые показывают негативный, и тогда человек считается вылечившимся, а в принципе 21 день после позитивного, первого позитивного теста, 21 день, если нет компликаций, то, в общем-то, человека можно считать вылечившимся в большом, по большей степени, и многие государства, насколько я знаю, они так и делают, и, ну, в связи с этим абсолютно, не абсолютно неразбериха, но стоит понимать, все вот эти сравнительные цифры, которые мы видим на различных сайтах, да, они всегда, есть очень большие разницы по государствам, как тестируются, какие тесты включаются в эту статистику, какие тесты не включаются, допустим, мы можем, мы включаем платные тесты, которые, ну, человек сам выбирает, идет, оплачивает, они включены в статистику, в другой стране так их не будут включать, мы, в свою очередь, в статистике не видим всех тех, которые делают в больницах, да, скрининг и так далее, и с выздоровевшими еще все намного сложнее, у каждой страны разнятся протоколы, как они определяют, как они включают эту статистику, но по большому счету, да, в Латвии в данный момент это три недели и два негативных теста подряд. экспресс-тесты, которые очень и сейчас на рынке широко предлагаются, насколько я знаю, один-единственный буквально пару недель назад был в США одобрен как достаточно специфичный и достаточно, ну, и применимый для определения антител COVID-19, все остальные тесты у них нет, ну, то есть процент ошибки такой, настолько велик, что он не позволяет полагаться на эти тесты и доверять им. То есть экспресс-тесты на антитела в любом случае даже те, которые будут сертифицированы, те, которые будут допущены и рекомендованы для использования, для определения тех, кто переболел и, возможно, опять-таки, это спекуляции, но через какое-то время возможно будет такой, ну, справка переболевшего, да, которая позволяет ему что-то делать, то, что не могут делать другие. Мне кажется, так оно не будет работать, это, ну, может быть, в случае только авоперевозов каких-то, да, но это... Нерабочий сценарий. Ну, ладно, но на данный момент для диагностики, даже те, которые рекомендованы, правильные тесты не применяются для диагностики, не будут применяться, только для того, чтобы действительно понять. Им очень, кстати, неотвеченный вопрос, в том числе, очень большой вопрос, сколько в данный момент в популяции болеет людей без симптомов, это можно будет определить только, когда появятся такие качественные тесты, нужно будет сделать, нужно будет взять какое-то количество анализов из выборки, да, и тогда можно будет понять, на самом деле, сколько в Латвии переболевших в асимптоматичной форме, и от этого опять-таки зависит сильно, как будет действовать, ну, Латвия и все другие государства, какие будут рекомендации, как будут меняться вот эти протоколы и рекомендации, потому что, ну да, очень много неотвеченных вопросов, и как раз-таки антитела, иммунитет, насколько этот иммунитет стойкий, эти все вопросы еще не отвечены, это все опять-таки на уровне спекуляций, но данные тесты, которые сейчас в Латвии предлагаются на рынке, они совершенно не годятся для того, чтобы определить с достаточной надежностью, что человек переболел или болеет. Не так много времени у нас остается, хотелось бы еще несколько вопросов обсудить, успеть. Регулировка цен на дезинфекторы, маски, перчатки и прочее, знаем мы, что они повысились даже на имбирь и лимон, чуть ли не в два раза выше цены стали. Имеете ли вы тут какую-то силу для того, чтобы давать какие-то рекомендации или регулировать эти цены для того, чтобы они не заоблачные были? Потому что были моменты, когда там в тех же аптеках за 50 миллилитров дезинфицирующего средства для рук, там чуть ли не 8-9-10 евро цена была. Да, и здесь я имею возможность рекомендовать. Я очень, очень, очень скептически смотрю на такие рекомендации, потому что они, как правило, исходят из непонимания того, как работает рынок и вот эта цепочка поставок. Как правило, люди винят этого розничного торговца и думают, что если раньше была цена 50 центов, а теперь стало 5 евро, значит розничный торговец начал зарабатывать, пользоваться ситуацией, начал зарабатывать 4,50, а не несколько центов, как раньше делал. На самом деле все обстоит совершенно иначе, с теми же масками и дезинфицирующими средствами все начинается уже с самого сырья, то есть сами материалы, они в дефиците, соответственно поднимается цена на материал, растут издержки на рабочую силу, они все работают, эти заводы, 24 часа в сутки, то есть работникам платить нужно больше, в Китае, плюс еще к этому всему прибавляется проблема с логистикой, фракты, грузы везут сейчас из-за них тоже бывает так, что они дороже в 2-3 раза, чем нормальное время, то есть в итоге, если розничный торговец продает дезинфицирующее средство за 10 евро, скорее всего он его купил за 8 или за 9, если при этих условиях поставить потолок цены в 5 евро, то дезинфицирующих средств не будет просто вообще никаких в этом магазине, то есть торговцу просто невыгодно будет за свой счет. Не просто невыгодно, он просто чисто физически просто не сможет поставить. Почему нам необходимо было вмешиваться в этот рынок масок? как раз-таки именно потому, что цены поставщиков стали настолько высокими, что коммерсанты просто не брали на себя риск привозить сколь-нибудь большую партию в Латвию, потому что совершенно непонятно, что будет с этой ситуацией, что будет с ценами через неделю, и соответственно я лучше останусь без прибыли, но я не буду брать на себя эти риски. И в данном случае как раз-таки государство и НВД исполнило роль именно такого закупщика, который вот этот дефект рынка компенсировал. С дезинфицирующими средствами такого дефицита нет, была проблема только с фасовкой. В больницах, например, они как покупали в пятилитровых каннах, так и покупают, и там в общем-то никаких больших перебоев не было. Был перебой именно в розничной торговле, потому что не с самим сырьем, не с самими средствами была проблема, а именно с этими пульверизаторами и прочими фасовками. Смежными, да. И у нас опять-таки в отличие от масок и медицинских устройств у нас очень много производств, которые производили или переориентировались на производство. Мы слышим Латвию с Балзамс и рижская фармацевтическая фабрика, и ССУАУ. И это все достаточно для них простые изменения в производственном процессе и дефицит дезинфицирующих средств Латвии абсолютно точно не грозит. Единственное, что проблемы, ну, были вот такие перебои с этими с пульверизаторами и прочими маленькими упаковками, которые опять-таки стали стоить дороже и так далее. Минутку буквально у нас остается. Последний такой общий вопрос. Возможно ли вообще подсчитать будет или уже сейчас ведется какой-то учет, во сколько вообще нам эта пандемия, ну, так, грубо говоря, влетела? Потому что мы понимаем, что маски закуплены, здесь деньги выделены, там на тесты деньги выделены, здесь там закупают больницам больше, дают денег для дезинфицирующих средств. В общем, очень много, может быть, небольших, но в сумме достаточно круглую сумму это все выливается. Возможно ли будет подсчитать и вот там в конце чрезвычайной ситуации в середине мая сказать, что вот столько и столько было потрачено на то, чтобы обеспечить весь этот процесс палатки и прочее? Да, разумеется, прямые издержки будут, ну, они учитываются и НВД, и Министерство обороны, а также больницы, которые тоже напрямую закупают, закупают, они отчитываются и в Кабинет Министров будет, ну, то есть поступают вот эти вот запросы на выделение средств из средств на непредвиденные расходы, да, на непредвиденные расходы, да, и там, разумеется, все вот эти вот прямые как раз-таки тесты, вентиляторы, средства защиты и так далее, все учтено очень четко, при этом мы сейчас опубликовали свои договора, ну, вот конкретно со своими закупками, насколько я знаю, Министерство обороны планирует делать так же, и то есть я очень надеюсь, что даже человек, который просто интересующийся или, скажем, ну, журналисты, да, они могут смогут сами это все анализировать и сводить какие-то ну, какие-то суммы, но куда сложнее, конечно, с непрямыми издержками, я не могу сейчас комментировать опять-таки другие, ну, скажем, Министерство финансов на поддержку предпринимателей и вот эти вот, вот это крыло, но, разумеется, будет и очень много непрямых издержек, которые и в системе здравоохранения, разумеется, система здравоохранения, которая работала без резерва ресурса до инфекции, это автоматически означает, что какие-то пациенты, ну, то есть доступ к услугам он, разумеется, не улучшился в лучшем случае, мы, скажем, тормозим какие-то профилактические процедуры, то есть намного меньше будет того же онкологического скрининга и так далее, то есть это все уже, это такие большие издержки, непрямые, которые, ну, я очень надеюсь, что это предмет такого уже академического интереса, я надеюсь, что когда-то будет посчитан, наша задача посчитать, отчитаться и получить средства именно на вот эти вот напрямые расходы, которые конкретно связаны с средствами защиты, дезинфекции и всем прочим, теми же закупками лекарств для больниц и так далее, все это будет подсчитано очень четко и доступно в общем доступе. Спасибо глава Национальной службы здравоохранения Эдгар Славс, Верс был у нас на прямой телефонной линии, спасибо вам за ваше время, пожелаем удачи и сил в это непростое время для всех, спасибо и вам, слушатели, за то, что были с нами, Анастасия Смоловская, Евгений Копейн, звукорежиссер, провели эту программу, всего хорошего. Продолжение следует...